В 2013 году в полном объеме эту работу не удалось сделать по всем направлениям, но значительная часть работы была выполнена. Уже в 2013 году Владимиру Сергеевичу удалось возобновить по всем направлениям спартакиады. Это дети, подростки, даже ползунки. На уровне предприятий, организаций спартакиады возобновили студенческие, ветеранские спартакиады. В этом году. Единственное, что ветеранская спартакиада в этом году тоже сумели. И по всем видам спорта удалось систематизировать задачи по подготовке как спортсменов, причем по отдельным видам спорта выявили внутренние ресурсы, то есть без увеличения капитальных вложений, без увеличения базы, средств определили возможность расширения. И вот на ближайшие 3-4 года стоят конкретные задачи перед каждым тренером. Причем постарался сам провести все встречи вместе с Владимиром Сергеевичем, чтобы у тренеров не возникало ощущения оторванности. В подготовке спортивного резерва мы сделали акцент на развитие наших детско-юношеских спортивных школ. Субсидии выделяются на финансирование данных школ. На сегодня у нас 33 отделения по 30 видам спорта в детских, юношеских спортивных школах развиваются. В 2014 году мы провели реорганизацию путем укропления школ. Итогом реорганизации стало появление семи школ вместо десяти. И постарались скомплектовать вот эти семь школ с определенной логикой. К примеру, раньше у нас художественная гимнастика была в США номер 11, где развивалась вольная борьба, самбо, дзюдо. Сейчас мы три вида спорта, фигурное катание, художественную гимнастику и спортивную объединили в одну в первую школу. Вот уже по данной школе получили результат в виде увеличения количества занимающихся.